12.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии по-прежнему Николай Голиков. И Анна Лапшина. Да, мы немножечко разворачиваемся, но тема остаётся прежней. У нас сегодня большой двухчасовой эфир по итогам грантового конкурса «Память сердца». Конкурс к 75-летию победы. И в Кировской области он реализуется благодаря поддержке депутата Государственной Думы Рахима Азимова. Более 7 миллионов рублей было выделено на реализацию 43 проектов. А заявок всего на конкурс со всей области из разных муниципалитетов поступило 135. И во второй части мы будем говорить о творческой составляющей этого конкурса. О творческих именно проектах. Такие вот со смыслами, да. Во втором направлении конкурса. Во втором направлении. Совершенно верно. Больше содержательный, да, то есть. Ну, творческая, образовательная, тематическая, как угодно его назовите, да. И напоминаю, конечно, что наш эфир – это такая часть проекта «Дом НКО», своеобразная пресс-конференция. И мы проект «Дом НКО» в Кировской области представляем как проект, который реализуется при поддержке фонда президентских грантов, за что фонду президентских грантов большое спасибо. Алло. Здравствуйте. Да, добрый день, добрый день. Я так понимаю, Эдуард Александрович Утемов с нами на связи, все верно? Да, все верно. Да, это такой наш должок. С первого часа мы с Кирсом еще не связались, глава администрации Кирсинского городского поселения с нами на связи. И мы проект сейчас, который был реализован там, благоустройство кладбища за хранениями воинов Великой Отечественной войны, сейчас немножечко еще подсветим. Обязательно нужно это взять, потому что кладбище и мемориальный объект там, он не совсем обычный. То есть это не просто мемориальная зона, а это зоны, где есть еще и захоронение ребят, погибших в Афганистане, погибших в Чечне, в горячих точках. Это очень важно. Да, Эдуард Александрович, расскажите, пожалуйста, вот задача перед вами какая стояла перед тем, как вы в проект вписались? В конкурс. В конкурс, да. Задача стояла какая? Ну, в первую очередь, значит, на территории города Кирс, на городском кладбище, установлен был обилист, но он и сейчас стоит на Братской могиле военно-советской армии умерших от ран в эвакуационном госпитале 33-39, в котором захоронены 10 человек. Также у нас на этом месте рядом с Братской могилой захоронены были два героя Советского Союза. Это Широнин Петр Николаевич и Целев Павел Николаевич. И, значит, в увековечивании всех вот этих захоронений в свое время в связи с военным конфликтом в Афганистане были захоронены также военные интернационалисты. Это Катергин Сергеев, Соловьев Владимир, ребята, которые погибли при чеченских компаниях, также Североков Адуард и Катаев Александр. Все это место у нас, соответственно, было огорожено и было сделано изгородь, но в связи с тем, что кладбище уже довольно-таки давно существует у нас, эти сами памятные обилистки, они пришли уже, как бы, сходить все это место, пришло, ну, в такое небольшое, как сказать... Но начало разрушаться. Начало разрушаться, да. И в связи с этим, вот, с проектом данный, данный проект реализовал, был реализован по инициативе депутата Государственной Думы Азимова Рахима Азизбовича под названием «Память сердца». Соответственно, значит, со стороны администрации Кислинского городского поселения мы приняли участие в номинации «Через года, через века, помните». Что удалось сделать? Да, там проект благоустройства кладбища за хранением войны для отечественной войны умерших от рам в столовых госпиталях. Соответственно, значит, когда мы этот грант выиграли, ну, начали проводить мероприятия. Мероприятия, значит, у нас заключались, понятно, что неблагоприятный такой период на территории Российской Федерации, связанный с пандемией. Значит, что было сделано? Была сделана, обновлена входная группа на территорию кладбища. Соответственно, то место, где у нас захоронены вот все умершие от рам... Мемориальная зона. Мемориальная зона, да, она была у нас обновлена. Помятник, который был воинам умершим от рам, провели реконструкцию, реставрировали его. Происла реставрация, был, значит, у нас сделан подход в связи с входной группой к этому мемориальному... Мемориальной зоне было выложено все у нас брусчаткой, были установлены скамейки. Ну, по сути, вот такие мероприятия мы провели. Да, Эдуард Александрович, вот вы сказали про скамейки. Это тоже, кстати говоря, важная история, да? Насколько я понимаю, это сделано специально для жителей такого, ну, серебряного возраста, мы так называем, чем этих людей, да, которые к Ибилиску приходят, может быть, не всегда там, они могут долгое время стоять, то есть, чтобы они могли сесть, да, сесть, отдохнуть. Да, да, чтобы люди могли прийти, потому что не все в возрасте, тем более, там, вот, те, кто уже, так сказать, похоронены, уже прошло, то есть, немало лет, соответственно, и выросли, соответственно, там, все стали уже взрослеены много. Кто-то взрослее, кто-то старше. Это все и предусмотрено. Как местные жители, ну, жители городского поселения в этом проекте поучаствовали? Привлекали ли вы их, может быть, в качестве волонтеров, там, да, к расчистке территории? Может быть, предприниматели помогали как-то? Значит, в этом участие принимали, значит, предприниматели, соответственно, у нас Гордымов Анатолий Борисович, индивидуальный предприниматель, который взял на себя всю вот эту ответственность по благоустройству данного мемориальной зоны. А горожане как-то были вовлечены в это вот все? Ну, во-первых, у нас же, когда обычно получается весна, все же стараются прийти на кладбище, там, то есть... Привраться. Привраться, да, были, значит, привлечены, так же, как и администры, это работники администрации, так и волонтеры для уборки вот этого, этой территории для того, чтобы там начать работать. То есть тоже вовлекли местных жителей. Это тоже такая история очень хорошая, когда не просто там, да, условно выделены деньги, найдены подрядчики, они что-то делают, а люди тоже в этом участвуют, и потом люди по-другому уже относятся к самому вот этому объекту, в который они тоже там какую-то частичку сил своих там и души своей вложили. Ну и предприниматель. Ну, хотя Анатолий Гордомов в Кирске, насколько я понимаю, участвует совершенно во всех начинаниях, он безотказный. Активный, да, такой? Активный очень человек, да. Хорошо. Спасибо большое. Эдуард Утемов, глава администрации Кирсинского городского поселения, был с нами на связи. Мы с ним говорили про проект благоустройства кладбища с захоронениями воинов Отечественной войны, которые в госпитале, да, умерли, и ребята, которые погибли в Афганистане и в Чечне, это все вот в кремной реализации есть. Да. Мы сейчас ко второй части переходим, да, с Эдуардом Утемовым прощаемся. Направление «Голоса Победы» конкурса «Память сердца». Представляем гостей нашей студии. Это Лариса Царегородцева, заведующая отделом творческой работы Вятского колледжа культуры и куратор проекта «Победы. Вятские мотивы». Лариса Алексеевна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Да. Юлия Володина, руководитель проекта «Защитники», директор компании «Чудеса науки». Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Вот это вообще меня просто удивило. Я думала, как можно объединить. «Чудеса науки», да. «Чудеса науки», да, и «Великую Отечественную войну». Сейчас нам расскажут ребята, да. И Глеб Гусев, это ведущий мероприятий в проекте «Защитники». Глеб, здравствуйте. Добрый день. Ну и Михаил Курашин с нами по-прежнему. Михаил, я напоминаю, эксперт регионального ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и председатель экспертной комиссии конкурса «Память сердца». Да, Михаил, еще раз добрый день. Добрый день. Вот, мы переходим к такой смысловой составляющей, да, этого конкурса. Я, наверное, сейчас попрошу сначала все-таки колледж культуры представить свой проект, да, и потом мы перейдем к проекту «Чудеса науки», к проекту «Защитники». Лариса Алексеевна. Да, спасибо большое. Можно микрофончик к себе повернуть чуть-чуть, ага. Значит, Вятский колледж культуры представил проект, который стал победителем грантового конкурса «Память сердца», назывался «Победа. Вятские мотивы». Ну, поскольку наш колледж, сами понимаете, название, да, колледж культуры, значит, это обязательно было бы вот такое, немножко такое связанное с художественным творчеством. И составлял этот проект пять основных блоков, на которые мы его разбили, подготовку его и, собственно, потом реализацию. Практически все студенты, преподаватели были вовлечены в эту деятельность. Вот, например, первый блок, который был представлен фото-презентацией о жизни Кировской области в годы Великой Отечественной войны, это делал кафедра кинофото деятельности. Они отправлялись непосредственно в архивы, работали с архивными источниками, которые искали о жизни фотографий, какие-то, может быть, были воспоминания о жизни Кировской области непосредственно в военной поры, да, авиатского края. И была такая представлена фото-презентация с красивым таким видео-фоторядом, и, соответственно, наложено все это на музыку. Это был первый блок такой, который мы демонстрировали. Где-то мы демонстрировали это параллельно, где-то демонстрировали непосредственно перед спектаклем. Вы поймете, почему я так говорю. Вторая часть была представлена кафедрой хореографии и нашим народным танцевально-хоровым коллективом «Вятка» прославленным. Они представляли реконструкцию сцены жизни одного из Кировских госпиталей. Не надо никому рассказывать, да, что Кировская область — это был большой, огромный госпиталь, и, соответственно, мы не могли это оставить, так сказать, за кадром. Без внимания, да, да, да. И представили выступление такой фронтовой бригады, да, это самое, наверное, то, что было интересно, чего ждали многие в госпитале, да, это выступление вот таких бригад. И это был большой такой танцевальный фейерверк, как мы его называли. Сначала была такая русская пляска в исполнении наших девушек, и потом солдатская пляска в исполнении мужской части нашего коллектива «Вятка». И плавный переходящий, соответственно, это, конечно же, Василий Тёркин, Твардовского. Это всё делалось на фоне, значит, тех, как это сказать, излечивающихся. А, ну, понятно, да, 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 как бы вы представляете. Пациенты. Да, да, пациенты госпиталя, да, всё правильно. И плавно переходили пациенты госпиталя, становились участниками, это участники Народного учебного театра нашего колледжа, и они показывали непосредственно спектакль Евгения Носова «Красное вино Победы». Так, и вы всё это успели сделать до коронакарантина? Да. Мы всё успели сделать, мало того, что мы успели съездить в Оречевский район, мы были там 14 февраля, презентовали его в Оречевском районе. Но это тоже важная часть проекта, что это не только в Кирове. Да, 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 это было немаловажно, потому что нам было важно показать везде это. В Оречевском районе нам очень помогла местная администрация. Приехали шесть школ, практически все школы, то есть это Лёвинцы, и Коршик, и Мирный, и сами Оречи, ну вот кто там, какие ещё там, и Стрижи, да, и Адышевские, да, они все приехали, да, то есть было там много, порядка, наверное, 300 человек, помимо того, что сами жители Оречи были. Нам удалось, значит, это, всё это им показать. После этого у нас такая проходила небольшая, ну, встреча, не встреча с творческим коллективом, да, но всё равно какая-то такая обратная связь была, где мы проводили небольшое такое анкетирование вот нашей, то есть нам было интересно, да, насколько это как бы вот можно было... Это вы со зрителями уже, да? Да, 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 непосредственно со зрителями, было же очень много педагогов, да, которые привезли, они к нам обращались, вот можно ли мы возьмём у вас в эту фотопрезентацию, потом с ребятами непосредственно уже разобрать конкретно, потому что там всё касалось и первого дня войны, и работы детей на предприятиях. Да, 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 всё там, вплоть до того, как вот зерно заготавливали, как вот письма писали, как вот, ну, да, и вплоть, и многие даже подходили, небольшие такие проводили мастер-классы по хореографическому и театральному искусству, мы так называли такие профориентационные мероприятия, да, потому что нам это тоже очень интересно, чтобы мы тут же так же сказать, через вот этот проект мы презентовали свой колледж как вот... Как образовательный учительщик. Как нам учиться, да, 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 да. Потом мы успели съездить в город Слободской, там, значит, ещё провели, и третий этап у нас должен был пройти 3 апреля в Зато Первомайский, такая достаточно закрытая зона, вот, к сожалению, мы не успели. То есть в Слободской 15 марта мы в последний вагон заскочили, а в Зато не успели Первомайский съездить, и поэтому нам пришлось, вот так сказать, изворачиваться и этот проект переводить в онлайн-формат. Перевели? Перевели. Перевели, и 8 мая, непосредственно к Дню Победы, мы его разместили на сайте колледжа, на нашем официальном, и разместили во всех соцсетях, которые были представлены, ну, во всех группах, по крайней мере. Он получился такой наиболее большой по правоодорожительности, да, практически, потому что он с 8 мая по 30 мая, но он и сейчас находится на сайте колледжа. То есть его можно там найти, можно посмотреть? Да, да, да. Но вот за этот период, да, по 30 мая его посмотрело почти 700 человек. То есть, как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. То есть мы наибольшему... То есть охватили не только ту аудиторию, которая планировалась вживую. Да, 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 мы наибольшему, да, да, конечно. И, конечно, и, в общем-то, даже вот судя по отзывам, мы смотрим тут и молодежь, и более старшего поколения. Старшие, конечно, очень сильно реагировали вот на это все. Такие вот отзывы даже были, писали некоторые уже свои истории такие, которые мы сейчас вот так посоветовавшись решили не сворачивать равноботу над этим проектом, а продолжить его в новом учебном году, потому что нам повезло еще то, что мы как-то так умудрились на второкурсниках сделать этот проект. То есть люди, ну, немножко, конечно, ушли некоторые артисты, те, которые непосредственно участия, но основная масса такой, значит... Они еще... Им еще учиться. Да, им еще учиться. И учиться, поэтому мы решили не сворачивать работу, да, над этим вот проектом. И продлим его, покажем непосредственно у себя в колледже, когда начнется, я надеюсь, нормальный, очный, да, учебный год. И еще покажем, наверное, еще здесь, в школах, потому что востребованность очень большая есть. То есть вот таким вот порядком у нас. А аудитория будет благодарна, когда коронавирус нас покинет. Да, да, да. И ведь за счет того, что все-таки тут мы представляем и танцы, и стихи, и фото, и спектакль. То есть, в общем-то, такая... У вас мультимедиа, мультимедиа, мультимедиа проект. Как, знаете, так не хочу хвалиться, он так очень достойно получилось. Прям вот молодцы. Очень хочется поблагодарить всех, конечно, и студентов, и преподавателей, особенно которые вот работали над переводом в виртуальный формат этого проекта, потому что... Ну, никто же не ожидал этого, да, то есть... Во-первых, никто не ожидал. Неожиданно случилось. Во-вторых, у нас два студента, один в Коряжме, один уехал в Нарьянмар, один в Тюмень. И вот этот вот сводный спектакль, можете себе... То есть мы делали свод спектакля. Смотрите, у вас как в корпорации IBM все... А, практически, да. На удаленке. Да, то есть вот это мы с дому, что, да, то есть и тут и Твардовского сводили, потому что там 8 участников было, и порядка 18 участников этого спектакля, то есть вот это вот все нам пришлось. Но... Ну, справились. Я думаю, что очень достойно, да, все получилось. Хотел бы отметить, да, то есть применительно вот ко второму направлению кировским проектам, за небольшие деньги. То есть, в принципе, грант-то, он как бы очень небольшой был, но... Да, вот здесь порядок цифр, он отличается очень сильно там от первой части конкурса, где благоустроительный... Он такие волны, ну, не знаю, добровольческих порывов и душевных порывов участников, что, в принципе, я думаю, что многие там вопросы точно не носят денежный характер, они как бы... На энтузиазме... ...в самих людях. ...и на погружении в проект. Да, вот у нас... И этим эти проекты еще ценны. Очень, ну, такая... Это, конечно, переезд, потому что у нас бригада была, творческая бригада, практически 40 человек, и у нас, конечно, это был транспорт, потому что нам надо было съездить в Оричи обратно, в Слободской обратно, соответственно, в Затупер-Майский, да. Декорации людей, чтобы вывезти, да? Ну, мы старались минимально, так сказать, вот, и по декорациям, и всему, чтобы мы были очень мобильны, и мы могли бы в любое время... Сорваться с места и поехать, да. Сорваться с места, да, и поехать. И поэтому вот... То есть основная часть, основная часть средств, которые были выделены, это как раз вот для этого предназначалось, для того, чтобы как можно больше людей там в разных населенных полках могли с проектом познакомиться. Да, нам было важно охватить вот как можно больше, вот, конечно, мы бы съездили и подальше, и поглубже, как говорится, но пока вот... Так, может, еще и съездите. Я думаю, да. Если проект продолжать будет, конечно, можно будет съездить еще. Мы надеемся, что... Очень может быть, что проект продлится, и это будет здорово, кстати говоря. Да, мы сейчас... Я прошу прощения у еще наших гостей, да, защитники проекта «Чудеса науки», мы сейчас попробуем по телефону вывести Стуловский дом культуры. Там спектакль, спектакль «Хочется жить». Очень надеюсь, что сейчас ребята тоже выйдут с нами на связь. Стулово, кстати, активно очень себя проявилось. В той части конкурса и во второй части конкурса. Ну, Слободской район, я бы отметил, да, что достаточно активно. На самом деле, конкурсы, вот, подобные небольшие конкурсы, они открыли многие районы, вот, с точки зрения их активности. Поэтому это большой плюс. Так, Елена Кошкина с нами на связи, художественный руководитель Стуловского дома культуры и режиссер спектакля «Хочется жить». Елена Аркадьевна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Хорошо ли вы нас слышите? Эхо Москвы вас побеспокоило, да. Да, хорошо, хорошо слышу вас. Отлично. Отлично. Значит, смотрите, мы очень быстро бежим сегодня по победителям конкурса «Память сердца». И я бы вас попросила ваш проект представить, презентовать его, вот так, коротенечко, да. Что была за задача? Получилось ли сделать все, что планировали? Да, вмешался ли коронавирус в ваши планы? Ну и прочее. Ну, конечно, вмешался. Ну что ж, я хочу сказать о том, что мы поставили документальный спектакль «Хочется жизнь». И он создан при поддержке депутата Государственной думы Рахима Азизбоевича Азимова. Да, мы ему спасибо уже говорили сегодня много раз. Да, алло. Да-да-да, мы здесь, здесь. Ну вот этот, значит, спектакль, конечно, к этому проекту мы готовились очень тщательно. И готовились по трем этапам. И, значит, первый этап у нас был, конечно же, сбор местного материала, где нам помогли наши юно-армейцы отряда «Стяк» и Марина Анатольевна Колеватых, автор проекта по изучению 311-й стрелковой дивизии. Ну и также, конечно, нам помогли дать подлинные документы из Центра патриотического воспитания имени Булатова Натальи Валерьевны Лихачева. И благодаря вот всем собранным материалам мы составили свой спектакль на основе пьесы Виктора Розова «Вечно живые». То есть это такой спектакль на основе документальных материалов и пьесы. Всё верно, да? Да, вы правильно поняли, да. То есть мы в свой спектакль внесли вот именно материал наших кировчан. То есть на местную почву его усадили, получается, да, вот это всё? Да-да-да, да-да, да-да-да. А вот в своей пьесе мы, конечно же, оставили имена и фамилии героев романа Виктора Розова. И на премьере семьи Бороздяных, потомственных медиков, показываем жизнь людей-тружеников тыла Кировской области, говорим о войнах и фронтовых врачах, о детях, испытавших голод и холод, о том, как кировчане радушно принимали эвакуированных из города Ленинграда. И с гордостью говорим о заводах, фабриках, о рабочих и колхозниках Кировской области. Вообще спектакль у нас получился очень большим на полтора часа. И состоит он из шести картин. А между картинами мы ведём показ видеоматериалов Великой Отечественной войны и слайды, фотографии, фотокорреспондента 311-й стрелковой дивизии кировчанина Дмитрия Анохина. Даниила, по-моему, да? Ой, Даниила, да, Анохина. Да, 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 Анохина. Его тоже упоминали в проекте часто, да. Да, фотографий очень много, очень много, конечно. Пришлось нам их повыбирать, но мы ещё раз его благодарим за то, что у нас есть такой хороший материал. Да. А в третьем этапе, конечно же, у нас была постановка спектакля. В спектакле участвуют актёры авторского театра Столовского дома культуры «Цитрус» и молодёжь театральной студии «Чудотворцы». «Чудотворцы». Конечно, тема войны — это очень серьёзная тема и очень важная. И мы попытались её раскрыть на трагической истории двух влюблённых, Бориса и Вероники, которых война разлучила навсегда. Так, подождите, вот имена очень знакомые. Это не «Летят журавли»? Это «Летят журавли». Летят журавли, конечно. Да, это такой фильм «Летят журавли». И он, кстати, поставлен как раз по роману «Вечно живые». Да, да, вот именно это. И вот как раз этот материал для нас стал хорошей основой, хорошей опорой, фундаментом, чтобы мы всё рассказали о наших кировчанах. Будете… Да, 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 да. Елена Аркадьевна, вот последний, наверное, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы показать-то успели этот спектакль перед коронавирусом? Или будете показывать позже? Нет, у нас по плану стояло, что мы должны были его показать 30 апреля. Перед Днём Победы. Да, перед Днём Победы. Ну вот видите, как получилось. Но я уверена в том, что мы в октябре его снова покажем. То есть уже покажем точно, у нас будет обязательно премьера. И ведь, понимаете, у нас ещё главная задача нашего проекта – показать этот спектакль в других домах культуры нашего Слободского района. Да, то есть тоже вот такой проект, который будет не в одном месте только демонстрироваться, а ездить, ездить, такой передвижной проект. Спасибо большое. Да, это обязательно. Да, да, Елена Кошкина с нами была на связи, художественный руководитель Стуловского дома культуры. Режиссёр спектакля «Хочется жить». Мы сейчас сделаем перерыв на полторы минуты, после него перейдём к нашим гостям в студии. Дневной разворот продолжается. У нас сегодня такая импровизированная пресс-конференция по итогам грантового конкурса «Память сердца». Сейчас мы говорим про проекты к юбилею Победы, которые были реализованы в Кировской области при поддержке депутата Госдумы Рахима Азимова. Сейчас переходим к нашим гостям Юлии Володиной, руководителю проекта «Защитники», директору компании «Чудеса науки», и Глебу Гусеву, ведущему мероприятие в проекте «Защитники». Я когда этот проект увидел, я, честно говоря, немножко растерялся. Я думаю, как «Чудеса науки», «Жоу профессора Николя», причём здесь «Защитники» и «Великая Отечественная война». А потом посмотрела описание, и совершенно как бы правильно вы вот это отмечаете, что школьники современные, они же как бы немножечко в другом сейчас уже мире живут, там для них эти события, которые были 75 лет назад, 80 лет назад, это настолько же далёкое прошлое, насколько там, я не знаю, Александр Невский, возможно, да? И как это всё актуализировать, и как это всё переложить на такие какие-то вещи, которые школьникам современным интересны? Вот давайте рассказывать. Ну, мы хотели в формате игровой программы вложить очень большую часть теоретического материала, у нас это получилось, и мы раскрыли, в общем-то, и даже плакаты времён Великой Отечественной войны, которые мотивировали солдат на какие-то подвиги. Но в теории мы использовали также разные спецэффекты, вау-эффекты. Вот это Глеб у нас проводил, и расскажи, может, про какой-то один эксперимент. Давайте, Глеб, рассказывайте. Да, вот как раз-таки хотел бы рассказать, например, про опыт с ликоподием. Это сушёные споры растений, которые при взаимодействии с огнём дают такую огненную вспышку красивую. И когда объясняется этот эксперимент, почему так происходит, также упоминаем, к примеру, о том, что на нашем заводе, машиностроительном 1 мая имени, во время Великой Отечественной, производился как раз-таки порох, оружие, то есть именно снаряды для миномётов. И, то есть, таким образом, мы, как бы, и опыт показали очень интересный, и рассказали, что наша область, в частности, город Киров, был напрямую задействован в помощи и во вкладе в победу в Великой Отечественной войне. Кировчане фронту у нас памятник стоит на Октябрьском проспекте, да? Да. И каждый опыт, так или иначе, либо в целом просто описывает какие-то моменты из войны, либо же как раз-таки вклад в нашу область и город. К примеру, также упоминается о том, что в «Вязких полянах» производили ПВШ, пистолет-поля-вот Шпагина, самое передовое и ходовое оружие наших солдат. Самое распространённое. Да. И, ну, различные именно как раз-таки такие важные ключевые факторы. Про полевые госпитали мы рассказываем в программе. То есть, как раз разыгрываем сценку ранения, где ребята вроде бы как и весело, и что они спасают, они помогают, и на них рады, вдохновлены. А, тут ещё интерактив, то есть они не просто смотрят, они ещё и участвуют. Да, сразу хочу успокоить, мы никого не раним. Это химическая реакция, это химическая реакция. Никто не пострадал. Это как раз те самые чудеса науки. Это чудеса науки, действительно, да. То есть и как раз-таки, как уже Юлия Николаевна сказала, когда мы этот опыт тоже рассказываем, показываем, мы говорим, что и у нас на территории было более 25 госпиталей расположено. Это же именно в Кирове, а на территории около 100. А, прошу прощения. Да, но по области и по Кирову, да. Да, то есть очень много было. Ну и, разумеется, производства многих из того же Ленинграда были принесены в Киров. Поэтому наш город, я думаю, заслужил звание города трудовой славы, как никто другой, я думаю. Слушайте, много ли вы успели показать, много ли успели провести вот таких вот встреч с ребятами, со школьниками. В этих учреждениях успели провести мероприятия, а не успели еще два. Еще два. Да, ну, впереди... Ну, онлайн это не перевести все эти опыты, это совсем нет. Конечно, да. Это не так, это не так, естественно, да. Слушайте, это хорошая история, потому что опыт... А кто это придумал вообще, скажите честно? Кому на он пришло? Программу разрабатывали мы совместно нашей творческой группой. Ну, кто-то же сказал, давайте сделаем вот это вот, а потом уже разрабатываем. Вообще, даже в голову не приходит, что можно через опыт рассказывать о Великой Отечественной войне. Как раз такие шански приходят. Просто головы разные. Да, да. Как раз в честь юбилея Победы вот пришла в голову такая... Планируете ли вы его, этот проект, как-то продолжать? Да, конечно, конечно, мы его презентуем дальше. Программа достаточно интересная, опознавательная. Тема войны никогда не закончится, сколько бы там ни было, 75 лет, 76 лет. Поэтому просто программа может модифицироваться, что-то там какие-то убираться. Ну, безусловно, какие-то опыты, да, убираться. Да, да, что-то, что не идёт, что-то добавляться, и она, мне кажется, будет просто существовать. А вы вообще в дальнейшем как-то вот планируете, я не знаю, может быть, там мастер-классы какие-то проводить, не знаю, там для учителей истории, условно говоря, там, да, каждой общеобразовательной школы, потому что мне кажется, что какие-то вещи... Чтобы он тоже взрывы делал во времена. Чтобы тоже, да, поджигали. Учитель химии, учитель истории, кооперации. Учитель химии, наверное, да, потому что всё равно человек работает с реагентами, он знает, что к чему, что к чему. Ну, вот они просто вместе приходят на урок, один рассказывает, другой взрывает. Ну, хороший проект, да, сочетание химии. Вам нужно написать в департаменте реагентов. Смотрите, да, то есть, опять же, важно отметить, что кроме вот социальных эффектов, да, там, каждый из этих проектов — это отдельная технология, отдельная методика, отдельная практика, которая, в принципе, может... По работе, да. Может быть дальше тиражирована, да. Мы имеем спектакли колледжа культуры, которые, там, в принципе, как идею, как технологию, может взять на вооружение любой районный сельский дом культуры. Конечно, конечно. Мы имеем практику чудеса науки, да, которая может использовать учебное заведение в партнёрстве, там, с чудесами науки для того, чтобы, как бы, использовать... Вот, как бы, мы сейчас... Как раз мы говорим о том, что смиряется эффективность образования. Это же, как бы, это реальные технологии, которые, собственно, могут быть применены. И вот, как бы, это достаточно важно, что мы можем не только получить вот эти проекты, которые хорошо реализованы, да, там, но и дальше получить для тиражирования хорошие практики. То есть пример такой успешный, который можно... На основании которого можно развивать и продолжать. И продолжительность. И я думаю, что вот тот же опыт этих чудес науки, то есть это организация, которая, в принципе, далека вот, да, как бы от заявной темы. Ну, опять же, вот привлечь к участию в этом конкурсе тоже людей, которые подумают, а ведь мы тоже можем, если подумать, да, и тоже можем поучаствовать в конкурсе и произвести что-то совершенно необычное. Может быть, даже и без участия в конкурсе можно что-то, и потом ведь эта история... Я, кстати, поглядываю на Михаила, это всё-таки для участия в конкурсе. Для участия. Хорошо. Да нет, честно скажу, если там через год мы увидим партнёрские проекты, там, чудес науки с районами или там у колледжа культуры с поселениями, да, больше не надо, ничего, это хорошо. Так, у нас на связи ещё одна наша гостья, я подключаю сейчас белую холуницу, это Надежда Саркожерзьева, заведующая методическим отделом Белого-Холуницкой центральной библиотеки. И вот это тоже другая немножечко сфера, да, координатор проекта «Штаб Победы». Надежда Евгеньевна, хорошо нас слышите? Да-да, добрый день. Добрый день. У нас с вами не так много времени, поэтому я вас попрошу рассказать очень коротко ваш проект «Штаб Победы», что он из себя представлял. То есть я понимаю, что такая вот работа именно в библиотеке, ну, прежде всего, там, да, на какие-то мероприятия направленные, документальное кино, встречи тружеников тыла и детей, ну, вот это вот какая-то история такая привычная, да, ну, или воспринимаемая нами. Но при этом у вас там был и конкурс поисково-исследовательских работ, и еще что-то. Ну да, у нас, конечно, предыстория была, может быть, такая немножко, как сказать, приземленная. Дело в том, что у нас ежегодно в библиотеках проводятся мероприятия, посвященная событиям Великой Отечественной войны и, естественно, Дню Победы. И когда проанализировали мы эти мероприятия, получается так, что, ребята, мне совсем интересно изучение вот истории вот этой, понимаете, у них мотивации как таковой нет. И поэтому мы, сотрудники наши, разработали вот такой проект «Штаб Победы», в котором мы приняли участие в грантовом конкурсе «Память сердца». И уникальность проекта, как для нас кажется, заключается в создании военного штаба, обстановка которого будет способствовать погружению именно в атмосферу тех лет. Вот. Для этого мы на грантовые средства приобрели военную атрибутику, такие как маскировочная сетка, военная форма, флаг Советского Союза, планшет, офицеры, ленты для пулемета. Ну, в общем, такие вот антуражные вещи. Это для пулемета, да. Для пулемета «Максим», в частности. Вот такая лента у нас была приобретена, мы все посмотрели в интернет-магазин, в интернет-магазине вот как-то вышли на такой интересный сайт. Ну и фото, видеооборудование для проведения мероприятий. Проведение мероприятий было направлено на средний и старший школьный возраст ребят, потому что именно вот в этом возрасте как-то сейчас они уже все больше планшеты и другие гаджеты, такие вот мероприятия не совсем интересны. И поэтому мы как-то больше ориентировались на этот возраст. И причем нам это удалось заинтересовать. Мы создали вот в одном из помещений библиотеки вот именно такой вот штаб. Штаб. Штаб, антураж такой создали. Самим очень интересно было даже сам процесс вот этого создания, что у нас из этого получится, из нашей задумки. вот проводили там цикл мероприятий. У нас была славная страница великих битв. То есть у нас больше мы сделали акцент на именно вот каких-то таких военных битвах ключевых, чтобы вот ребята как-то побольше что ли о них узнали. Все это сопровождалось у нас видеопрезентациями, а также просмотром видеохроники из цикла «Летопись огненных лет». И еще интересно было у нас то, что в завершении занятий ребята могли вот эти свои полученные знания закрепить, что ли так, и применить в настольных играх серии «Великое Отечественное». Тоже так вот случайно наткнулись вот в интернете на такие. Там именно вот есть фигурки солдат различные, там поля, фигурки. И чего себе, это сейчас настольки такие хорошие. Да, вот такая вот интересная такие настольные игры. Там разные стратегии можно разыгрывать, конечно. Ну, чтобы совсем вот конкретно ее изучить, это времени понадобится много. Понятно. В наших вот, по крайней мере, вот ребята так вот немножко поиграли, все равно интересно было попередвигать все это дело. Да, у нас, да, Надежда Евгеньевна, совсем чуть-чуть времени остается. Скажите, пожалуйста, что не удалось провести из-за коронавируса, что в чем-в чем помешали? Ну, нас не удалось завершить цикл «Славная страница Великих Битвов». Не удалось нам провести турнир игроков настольных игр завершающих. И, к сожалению, не удалось провести встречи с детьми в военной поры. Но все это вы планируете после того, как все нормализуется. Да, мы планируем, потому что все-таки у нас завязано на школьниках. Думаем, что все-таки у нас ситуация в следующем учебном году немножко уже прояснится. Мы завершим этот. А так как год у нас юбилейный полностью, это то, что, думаю, что до конца года все-таки нам удастся завершить все вот эти мероприятия. Все, спасибо большое. Да, Надежда Евгеньевна, я прошу прощения. Мы вынуждены отпустить, да, заведующий отделом методическим Белохлуницкой центральной библиотеки и координатор проекта «Штаб Победы». Про все проекты можно в интернете, я думаю, найти информацию. Сейчас Михаил нам скажет, где. Во-первых, на сайте общества «Знания», «Знания Зору-3» и на сайте azimov.ru. Вот, это важно. Почему? Потому что мы же говорим про тиражирование, да, кто хочет. Ребят, там вот, правда, очень много интересного всего. Вы можете почитать, вы можете фотографии посмотреть, отчеты. Спасибо большое, очень мало времени. Ну вот, что успели, то успели, да. Благодарим наших гостей. Это Лариса Цригородцева, заведующая отделом творческой работы Вятского колледжа культуры. Юлия Володина, руководитель проекта «Защитника», директор компании «Чудеса науки». Глеб Гусев, ведущий мероприятий в проекте «Защитники. Человек, который не боится взрывов». Маленьких, химических, да. Организует взрывы. Организует взрывы. На самом деле я больше всех, как мы. И Михаила Курашина. Мы благодарим эксперта регионального ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и председателя экспертной комиссии конкурса «Память сердца». И, конечно, Рахиму Азимову большое спасибо за то, что все это реализовалось. Мы с Николаем прощаемся. До свидания. До свидания.